Обращение от города Находка. От Нахачан Владимиру Владимировичу Путину, президенту России. Владимир Владимирович, второй статьей Конституции Российской Федерации определено, что права и свободы человека являются непосредственно действующими, а государство гарантирует равенство прав и свобод гражданина. Мы, граждане Приморского края, города Находка, крайне возмущены тем антинародным курсом, который проводит правительство Российской Федерации и региональная исполнительная власть Приморского края. Этот курс направлен на подрыв российской государственности, целостности страны, дестабилизацию экономической обстановки в виде фактического развала малого и среднего бизнеса во многих сферах услуг. Создание социальной напряженности во всех сферах жизни. Этот курс направлен на интеграцию России в новую нормальность, которую пестуют халуи над государственных структур управления, мечтающие погрузить мир в цифровой концлагерь, оцифровать человека, присвоить ему число, подменить личность QR-кодом. А совесть с социальным рейтингом, управлять его желаниями и волей ставить медицинские эксперименты посредством введения препаратов, не прошедших всех клинических испытаний, в полном объеме. Из всех концов нашей Родины приходят новости о введении ограничительных мер, противоречащих Конституции Российской Федерации и ряду федеральных законов и кодексов. Приморский край в этом плане не исключение. На основе региональных постановлений, исполняющего обязанности губернатора Приморского края Мариза Дмитрия Анатольевича, номер 111 ПГ от 28.10.2021 года и главного государственного санитарного врача по Приморскому краю Дедковской Татьяны Николаевны, номер постановления 7 от 7.10.2021 года складывается из ситуации, при которой работодатели массово грозят оставить без работы и средств существования работников ряда предприятий Приморского края. То есть под вопрос ставятся основополагающие право человечества на жизнь. Мы, находкинцы, возмущены тем, что в стране, победившись в фашизм, нам, внукам и правнукам, победители пытаются навязать откровенно фашистскими способами некие аналоги аусвайсов в качестве допуска к нашим базовым правам и свободам. Согласно пункту 46 стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной вашим указом от 2.07.2021 года, за номером 400 целями обеспечения государственной и общественной безопасности являются защита конституционного строя Российской Федерации, обеспечении ее суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности, защиты основных прав и свобод человека и гражданина, укрепления гражданского мира и согласия, политической и социальной стабильности в обществе, совершенствования механизмов взаимодействия государства и гражданского общества, укрепления законности и правопорядка, используя прямое конституционное право в соответствии со статьей номер 3 Конституции Российской Федерации, а именно то, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многоциональный народ. Требуем от вас, как от гаранта конституционных прав, пресечь незаконные действия правительства Российской Федерации, Роспотребнадзора, губернаторов, исполняющих обязанности губернаторов, главных санитарных врачей и восстановить на Российской Федерации привлечь к ответственности исполняющего обязанности губернатора Приморского края МАИЗа, главного санитарного врача Приморского края Дитковскую, за превышение должностных полномочий, за создание социальной напряженности в регионе, сегредацию населения и ограничение прав и свобод граждан, за создание в регионе атмосферы давления на бизнес, руководители государственных и муниципальных предприятий, учреждений образования и других сфер, которые вынуждены под этим давлением принуждать своих сотрудников и ограничивать их права. Требуем от вас социально-экономического курса страны, отстранению от руководящих должностей чиновников, лоббирующих в нашей стране экономические интересы других стран и надгосударственных структур управления, навязывающие нам средством СМИ и интернета чуждые русскому духу культурные и моральные нравственные ценности. Также обращаемся ко всем жителям Приморского края и гражданам Российской Федерации, для которых понятие честь, достоинство, родина не являются пустым звуком. К военным, силовикам, представителям правоохранительных органов согласно статье 45 Конституции Российской Федерации нам гарантировано право отстаивать свои права и свободы с всеми законными методами. Граждане, не бойтесь отстаивать свои права. Если вы видите, что рядом с вами люди борются за свои права, становитесь с ними в один ряд. Наши отцы и деды и прадеды в 45-м ценой собственных жизней остановили распространение фашизма и отстояли право на жизнь своих потомков, вас, наших детей и внуков. И мы, потомки этих великих предков, в жилах которых еще течет родовая память войны, не допустим проявления фашизма в любом его проявлении в нашей большой великой стране. Мы не допустим сделать из России концентрационный лагерь и клеймить народ клеймом позора. Мы против сегрегации! Мы против сегрегации! Нет фашизму! Нет фашизму! Фашизм не пройдет! Я хочу сказать, что я категорически против принудительной вакцинации, против ввода вот этих QR-кодов, против того, что подстраняли людей от работы за то, что они не хотят вакцинироваться. Я против засилия вот этой вот навязчивой рекламы по всем каналам о вакцинировании. И я против, чтобы прошел закон об эвакуации. Я категорически против этого фашизма. Что вы думаете по поводу присваивания людям QR-кода? Ну, QR-код, он вообще создан для того, чтобы присваивать его товаром. Люди же не товаром. Вы не считаете себя товаром? Ну, я думаю, никто не считается товаром. А по поводу законотворчества, которым губернаторы занимаются. Губернаторы – это исполнительная власть. Они обязаны только исполнять волю народа. Они не имеют права заниматься законотворчеством. Поэтому они нарушают закон, поэтому губернатор должен сидеть в тюрьме. Как вы относитесь к принудительной вакцинации? У нас даже президент сказал, что вакцинация у нас по доброй воле. Людей на работах не допускают к работе, если они не ставят прививки. Нет, президент даже сказал, что у нас добровольная вакцинация. А те, кто нарушает закон, то есть на работе, либо губернатор, который занимается законотворчеством, нарушая закон и конституцию, они обязаны сидеть в тюрьме. Спасибо. Я против того, что сейчас происходит в нашей стране. Я против того, чтобы разделяли людей на вакцинированных и не вакцинированных. Мы это уже проходили. Сначала вам всем дадут QR-код, потом вас отправят в лагеря, а дальше что? Газовые камеры и уничтожение? Неужели мы хотим, чтобы вернулось то, что было в Великую Отечественную войну? Я против того, что сейчас происходит. Вакцинация должна быть добровольной. Кто захотел, тот сделал. По поводу QR-кодов. Зачем они нужны? Согласно конституции, человек должен быть свободным. И никто не имеет права ограничивать человека в его передвижении. Люди, подумайте о своих детях. Вспомните, что вы люди, вы не терпилы, не бараны, а люди. Вы должны сами решать, принимать решения, вакцинироваться, не вакцинироваться, ходить где, не ходить. Мы свободные люди. Мы должны принимать сами решения за себя, а никто не должен решать за нас. Мы хотим учиться, общаться с друзьями, дышать чистым воздухом, без масок. Пожалуйста, не мешайте нам учиться, не препятствуйте нашему общению. Хватит закрывать школы, переходить на дистанционное обучение. Мы против QR-кодов, против принудительной вакцинации. Этого не должно происходить. Должна быть свобода выбора у людей. Так не должно быть, что в торговые центры одних пускают, других нет. Это против разделения. Да. Дело в том, что я знаю, что это все незаконные мероприятия. Это все беспредел. Вас держат в неведении. Человек один раз в своей жизни может сменить гражданство свое. Заполняется определенная форма, бланк. Нету таких бланков. Никто не заполнял. Никто не с гражданства Советского Союза, никто никуда не делся. Все мы, как были в Советском Союзе, все мы там и есть. Проснитесь уже. Где зарегистрирована Российская Федерация? Что это вообще такое? Как она вообще возникла? Вам навязывают. Вам это все навязывают. Государственные органы не работают с 89-го года. Самая важная информация, это нужно собирать придомовые комитеты. Рекомендую канал Александра Викторовича Полякова «Советский человек». Вот это вот, якобы государство, существует по нашей правовой безграмотности. И непонимание того, что происходило в конце 80-х годов, начало 90-х. Дело в том, что у нас органы государственной советской власти были дезорганизованы в своей работе по причине того, что товарищ Горбачев, такие товарищи, как Лукьянов, Ельцин и Хасбулатов совершили подписание актов, сделав их ничтожными. Когда на съезде народных депутатов было принято решение об избрании товарища Горбачева председателем Верховного Совета СССР, это решение было подписано в форме постановления, они у меня имеются с архива, товарищем Лукьяновым, как его первым заместителем, значит, председателем Верховного Совета СССР. При этом товарища Лукьянова избирали на этот пост 29 мая, о чем также имеется постановление. То есть акт подписан не только лицом неуполномоченным, не имеющим права на подписание нормативно-правых актов, но и фактически были отражены фиктивные сведения в таком документе, что делает его юридически ничтожным и не требует доказывания и оспаривания такового. Аналогичные действия были проведены через год товарищам Хасбулатовым и Ельциным, Борисом Николаевичем Покойным, орган, как съезд народных депутатов, начав свою работу 16 мая 1990 года, начал принимать первые его решения об избрании мандатных комиссий, рабочих групп, редакционных коллегий и многое, чтобы орган мог функционировать. Все эти акты подписывались товарищем Горбачевым, как председателем Верховного Совета РСФСР. 16 мая. Это 12 актов. 29 мая принимается решение об избрании самого товарища Бориса Николаевича Ельцина на пост председателя Верховного Совета, который подписывается по аналогии уже совершенного год ранее первым, якобы первым заместителем, товарищем Хасбулатовым, то есть первым заместителем председателя Верховного Совета РСФСР, об избрании самого Хасбулатова состоялось 5 июня того года. Потом последовали еще интересные документы об официальном опубликовании этих актов и многие другие. Что у нас была дезорганизована работа госорганов советской власти, от этого государства не прекратило функционирование. В силу этих обстоятельств, все решения, которые, производные акты на таких ничтожных принимались, не имели и не имели юридической силы ни во времени, ни в настоящем. А что нам сейчас делать? Нам необходимо на сегодняшний день возобновить функционирование Совета народных депутатов и его исполнительного комитета. То есть нам необходимо предпринимать эти шаги. Для этого необходимо провести сход граждан, как это предусмотрено постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 1985 года, который отменял прежний порядок проведения таких сходов общих собраний граждан по месту и их жительства, на которых решаются вопросы относительно органов власти, законодательства и иные. Народ собирает такой сход, участие которого принимают, как указано там, 16 лет, обращая внимание, образует Президиум схода и под протокол принимает решение, обязательное для исполнения всеми жителями этого города и органами власти, соответственно. Мы это будем все организовывать. У нас есть такие... Я готов организационные вопросы даже взять на себя. Нормативную подготовку каких-то документов, протоколов, прочие вопросы. Для меня это не составит какого-то особого труда. Для того, чтобы нам организовать и провести такой сход, а он должен быть в составе, чтобы быть легитимным, не менее 50% проживающих жителей города, например, находки. Также там предусмотрено, что в городах такие сходы могут проводиться по нормам представительства. И указаны домовые комитеты. То есть людям необходимо избрать домовые комитеты, согласно положению этих домовых комитетов в составе не менее 7 человек. И представители домовых комитетов фактически будут представить. Уличный комитет избирается, уличные улицы. То есть мы собираем подписи, да? Или как? Или что? Эти документы брать вообще? Я обеспечу вас всеми необходимыми документами. У меня на канале есть на ютубе «Советский человек». Под каждым видео, там есть плейлист про... А вы куда проживаете? Находки. Я здесь уроженец этого города. Значит, имеются ссылочки. Там у меня папка есть «Домком», к примеру. В ней все уже подготовлены протоколы, все. То есть созвониться со мной можно. Контакты мои, также видео многих имеются и в документах. Любую помощь окажу, организую. Все мы проведем. Соборы должны быть санкционированы, да? То есть наше правительство должно об этом знать. Нет, мы не спрашиваем наше правительство. На сегодняшний день спросить там не у кого. Мы организовываем все это самостоятельно. Все, кто собрались... В силу чрезвычайных обстоятельств, сложившихся на территории нашей необъятной Родины, как Республики, так и всего Советского Союза, мы на сегодняшний день обязаны принимать эти решения самостоятельно. Разъясняет положение нынешнее с законами, с тем правовым полем, в котором мы находимся, что оно не существует юридически. И я против QR-кодов, потому что у нас есть имя и фамилия Рода. И я горда тем, что сегодня в Находке прошел такой всход народа. Именно народа. Народ, вы не забывайте, что в слове «народ» есть самое главное. Корень – Род. Пожалуйста, будьте верны делам своих славных предков. Я против вакцинации, потому что я считаю, что мое здоровье – это естественный иммунитет. И очень хочется обратиться сейчас к участникам всех чатов, всех соцсетей. Пожалуйста, осмысливайте, осознавайте, что вы выражаете. Мы – славяне. Наше слово очень крепко имеет силу и мощь. Пожалуйста, прогнозы позитивные. Те, что вы действительно хотите. Не надо негативных прогнозов запускать в социальные сети. И там, где мы общаемся все вместе. Ура! Ура!